привет я рада нашей новой встрече на прошлом занятии мы с вами приготовили вот такой вот замечательный фон кто помнит что мы использовали краски и обычный полиэтиленовый пакет сегодня мы будем наш рисунок заселять это будет или море у кого-то возможно аквариум кто помнит наши занятия мы с вами совершаем периодически какое-то волшебство на прошлом занятии мы превращали наши ладошки разнообразные животные птицы а сегодня у нас обычные кружки большие и маленькие разного цвета и размера что же мы будем делать сегодня с ними начнем с того что на нашем морском дне или дни нашего аквариума мы будем наглеивать круглые камушки то есть наши камушки будут круглыми кругляшки превратим в камушки есть камушки могут быть разнообразного цвета какого вы пожелаете можно использовать не только цветную бумагу мне вот понравилось например вот такая бумага это была обложка цветной бумаги замечательно подходит на камушки посмотрите наше дно уже с камушками сейчас мы будем делать водоросли вот из таких вот кружков беру крок нужно его нам свернуть на пополам и прогладить линию сгиба много зеленых кружков я приготовила и сейчас их сгибаю пополам нас получился полукруг что мы будем делать наносим клей на одну половинку наклеиваем сейчас я наклею несколько и вам покажу смотрите вот такая объемная водоросли у нас получилось водоросли тоже могут быть любые я вырезал еще вот такой водоросль волнистыми движениями под один камушек наклеим еще смотрите что у меня есть вот такая вот полоска но сейчас мы будем ее сгибать в гармошку сгибать в одну сторону другую в одну другую и произойдет очередное волшебство сейчас мы распрямляем вот такая вот красный красивая водоросль у нас с вами получилось наклеиваем ее под в наши камушки клей наносим не полностью а только наверх и вниз вот такая водоросль в виде гармошки у нас с вами получилась таким образом можно сделать несколько наше морское дно готово к заселению и кто же будет нашим первым жителем у меня есть вот такой большой кружок 4 кружка вот такого размера 2 кружка поменьше 2 белых кружка и красный круг не знаете кто это у нас будет это будет крабик самый большой круг это будет туловище берем клей наносим на круг забываем воспользоваться салфеткой вот это наше туловище забыла сказать что нам нужны бы две полосочки это мы будем делать клешни у нашего крабика наклеиваем полосочку с одной стороны надеюсь вам видно но я сейчас вам покажу из другой сейчас из кругов среднего размера будем делать клешни сгибаем напополам и точно так же как у водоросли намазываем клей на одну сторону на другую и вот чудо у нас получается из обычного круга вот такие вот клешни точно так же делаем с другой стороны у нас остались маленькие желтые кругляшки это будут глазки мы их наклеиваем сверху еще один с салфеткой вот такой крабик есть кружки чуть меньшего размера белые наклеиваем там же на глаза черный зрачок можно тоже делать из цветной бумаги мы его с вами нарисуем остался у нас красный круг может быть кто-то догадается что это будет конечно же это будет ротик но воспользуемся ножницами и вырежем в форме наносим клей наклеиваем наш ротик вот такой замечательный крабик у нас с вами получился ласки нарисовала фломастер давайте посмотрим какие фигуры нам понадобятся для изготовления краба большой круг четыре круга поменьше два круга для глаз желтого цвета два белых кругляшка меньшего размера для глаз и красный для ротика что мы делаем дальше у меня еще есть круги от разных цветов и разного размера беру два самых больших круга и сгибаю их пополам это будет туловище нашей рыбки круги должны быть одинакового размера и вот таким вот образом я их наклеиваю то есть эти полукруги соединяю смотрим где можно расположить краба конечно можно было расположить лучше на дне на камушках у нас почему-то оказался вверху но думаю это ничего страшного вот смотрите мы соединили два круга разного цвета у нас получилась такая разноцветная рыбка еще у меня есть голубые кругляшки из них мы сделаем хвост также сгибаем напополам помазываем одну сторону и наклеиваем так и у нас получается голубой объемный хвост остался еще один кругляшок мы из него сделаем кто догадался плавник также сгибаем напополам намазываем клей и наклеиваем наш плавничок что не хватает нашей рыбки глаз вот у нас белый круг из которого мы делаем глаз и черным фломастером кусаем зрачок еще раз вам повторяю что зрачки можно тоже сделать из цветной бумаги вот такая рыбка еще у нас один красный круг из которого мы сделаем ротик нашей рыбки и точно так же как плавничок наклеиваем и у нас получается ротик нашей рыбки вот наша рыбка и наш крабик я думаю что у нас есть место еще для одной рыбки конечно конечно же мы тоже будем делать из краба круг вот такого цвета у меня красивого и да так то есть если по это это будет на наше первое что наше и наше наносим клей вот еще одна наша рыбка вот еще одна рыбка у нас получилось я приготовила много маленьких голубых кружков может быть кто-то догадается что это будет это будет пузырьки воздуха которые пускают рыбки в них наклеим по несколько пузырьков рыбки другой вот наше морское дно готово давайте вспомним что нам понадобилось для работы для изготовления крабика большой круг четыре круга поменьше два круга желтого для глаз два круга еще меньшего размера для глаз и красный круг для рта для этой рыбки два круга разного цвета одинакового размера три круга одинакового размера для хвоста и плавника и глаз вот этой рыбки мне кажется тоже не хватает ротик а сейчас мы его с вами сделаем красный полук ротик это у нас получилась видимо рыбка попугай мне кажется эта работа достойна чтобы поместить ее в рамку и повесить на стену до свидания до новых встреч а